Здарова домкраты, с вами Алексей Семилетов. Сегодня мы с вами изучим, как правильно выполнять жим штанги с груди. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. С помощью жима штанги с груди можно не только развить силу плечевого пояса, но и сформировать хорошую фиксацию штанги на прямых руках. Всем, у кого во время фиксации штанги над головой локти начинают вести себя нестабильно и по рукам пробегает изрядная дрожь, я настоятельно рекомендую налегать на данный жим. Также данное упражнение можно выполнять в нескольких исходных положениях. Стоя, сидя на лавке и из седа. Рассмотрим технику выполнения в классическом жиме стоя. Разместите штангу на груди, в том же положении, как и при толчке с груди. То есть, широчайшие мышцы раскройте, локти опустите вниз и разверните их в стороны. Таз и колени зафиксируйте, чтобы не производить посыл ногами. Начиная сжать, направляйте штангу вверх, в сторону лба. Типичная ошибка новичков – это сжать вперед, ведя снаряд по дуге. Пройдя уровень лба, начинайте сразу заводить снаряд за уши, дожимая снаряд в правильные включения, а не держа на мышцах. В исходном положении из седа, самый главный секрет – это расслабить бедра, не стоять в полуприседе. Расслабив бедра, вы опуститесь в низкий сед, который более стабилен, чем полуприсед. Так вы сможете больше сконцентрироваться на плечевом поясе, а не на удержании равновесия. Это одно упражнение новичкам лучше всего выполнять с небольшим весом, при котором техника не будет ломаться и налегать на объемы. От 5 до 8 повторений в 3-4 рабочих подходах. Благодарю вас за просмотр, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.